привет привет всем ну что ж вот мы продолжаем находиться в самоизоляции карантин так сказать вот мы не постоянно ездим за продуктами как некоторые пишут сидим вот здесь вот дома тоже но жизнь то продолжается вот и мы продолжаем как бы жить завтра у нас будет праздник пасха у нас многонациональная семья такая поэтому мы в общем-то с уважением относимся к различным религиям и к праздникам соответствующим и вот у нас сегодня дома так сказать полным ходом идет приготовление к этому светлому празднику пасхи красят яйца готовит куличи насколько это так сказать возможно в домашних условиях мы их не покупаем никогда мы постоянно готовим сами то есть женщины мы вот и в общем-то у нас сейчас так сказать полным ходом идут предпраздничные приготовления краски в воде краски в воде краски в воде краски в воде Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Наша семья не покупает куличи, она вот из поколения в поколение, как-то вот традиция такая, делает все сама, мы делаем сами это все своими руками, вот и в общем-то, я не знаю, всегда получается очень даже неплохо. Смотрите продолжение в следующей серии. Я так только как наблюдатель. Изюм двухсортовкой. Смотрите продолжение в следующей серии. У меня на приборной доске чек вылез, сигнализирующий об ошибке двигателя. Даже не знаю, что произошло, надо будет как-то разбираться с этим. Вроде работает двигатель нормально, но я имею ввиду машина, как бы вот никаких симптомов нету таких, а неисправности. То есть она как работала, то есть она как работала, то есть она как работала, но чек горит. Сейчас я обслуживаюсь в СТО Ява, а сейчас и на СТО-то не попасть, да и СТО не работает. Так вроде работает нормально. У меня бывало иногда такое, когда двигатель моешь, вода попадает видимо в разъемы этих датчиков. Она горит какое-то время, а тут вроде ни с того ничего завел, а раз загорелось. Так, не знаю, надо будет разбираться вот с этим. Готовый, у нас вытащили только что, готовый куличик. Процесс идеватый. Украшать куличи, да? Правда немножко бледноватый получился, но ничего страшного. Вот украшаем социальной посыпкой. Чтобы было красиво, различно. Сготовили как обычно, привыкли так угощать. Соседи будем завтра, которые здесь близкие. Потому что кто-то не печет, у кого-то не на что. Поэтому хочется и людям приятное сделать. У меня всегда Пасха ассоциировалась с каким-то праздником. Я, в общем-то, не очень религиозен. Но, тем не менее, всегда моя прабабушка, бабушка, там все вот как бы вот из поколения в поколение. Там вот пекли куличи, красили яйца. Это вот какое-то такое торжественное мероприятие такое было. И в душе вот чувствовался какой-то праздник. Хотя, конечно, далеко не всегда вдавался в суть этого праздника. Но вот как-то так вот. Но я вам хочу сказать одно, ребята. Несмотря на то, что вот с нами сейчас происходит. Я вот рад и даже где-то счастлив от того, что я слышу, звучит азан. Я слышу, звучат колокола. Я вижу на базаре людей. И это значит, что жизнь наша продолжается. А это, в свою очередь, вселяет в мою душу какой-то оптимизм, какую-то радость. Такие предпраздничные хлопоты. Мы вот тут сейчас на улицу вышли. Сразу предупреждаю. Возникнут вопросы такие. Почему, говорят, без маски? Ну, мы сейчас идем. Вот здесь пока никого нет. Вот, я иду без маски. Но маска здесь. Сейчас, как только народ появится, так мы сразу оденем. Ну, я вот сейчас вспомнил, один из наших зрителей спрашивал, расскажите, говорит, про коммуналку, сколько стоит сейчас, бишкеки и так далее и тому подобное. Я этим делом особо сильно не заведую. У меня супруга этим делом занимается. Вот сейчас вот как бы этот вопрос я перенаправлю ей, она вам расскажет. Да, он настолько любит снимать. А остальное, все это на мне, да, называется? Да нет, это конечно шутка. Ну, коммуналка, ну, прописано 4 человека в коммунальных, ну, в смысле, в квартире, да. А коммунальные услуги оплачиваются, значит, получается. 300 с копейками горячая вода с человека идет. Это в... Не по счетчику. Да, у нас счетчиков нету. Да, холодная вода идет 100 с копейками с человека. Вот, отопление зимой за двухкомнатную квартиру вместе с горячей водой приходит 2,700, 2,800. 2,700, 2,800. Ну, плюс-минус получается 3 с копейками, это в зимний период по квартплате идет. То есть в общем сколько? В общем 3 с копейками идет по квартплате, да. Ну, это практически 3 с копейками, 3 с половиной тысячи и рублей тоже, потому что один к одному, так это вот почти там туда-сюда. Чтобы было приблизительно, как бы, так понятно людям. Ну, самые такие месяца, январь-месяц, допустим, декабрь, это самые длительные холодные месяца считаются. Это идет где-то, ну, все в кучке 4, около 4 тысяч. Ежемесячно около 4 тысяч. Ну, летом плата другая уже. Вот сейчас отопление выключили, естественно, только идет горячая вода, поэтому остальное оплачивается. Ну, летом сколько приблизительно? Ну, я так никогда особо не прикидывала, квитанции надо поднимать, посмотреть. А вот у нас соседка, бабуля, она живет в двухкомнатной квартире, одна она еле-еле ходит, уже плохо видит, плохо слышит. У нее там пенсия, я уж не знаю, какая пенсия, но пенсии у нас тоже разные. Пенсия у нас небольшая, в основном 8 с копейками, это считается неплохая пенсия, хорошая. У бабушки, по-моему, она говорила, или 6 с копейками, или 7 с копейками что-то. Ну, что можно на эту пенсию, допустим, не помогая человеку старому, которому уже нужны постоянные лекарства, как прожить. Конечно, тяжело, что говорить. Ну, ей-то помогает. Ей помогает, слуха приходит, да, в принципе, но она тоже не близко живет, поэтому бабушки иногда тоже помогают, чем можем, чтобы человеку легче было жить. Ну, вот как-то вот такая вот картина у нас по коммуналке, сколько мы платим здесь в Бишкеке, ну, те, у кого стоят счетчики, там, на горячую воду, там, на холодную, на газ, у нас тоже на газ нету счетчиков, у нас все усредненно нас считают, вот, ну, мы как-то вот так вот тут выкручиваемся потихонечку. Ну, это не сильно большая, в принципе. Горячая вода, вот, единственная, конечно, да, можно и счетчик поставить, но это сейчас позже будем думать уже о том, как его поставить, потому что сейчас и холодная вода прибавилась немножко, газ, говорят, прибавят, потому что у вас с апреля хотели, но в апреле, так как такая ситуация, поэтому... Ну, вот, как-то так вот, район Медакадемии Тенестаново-Донецкая, вот эти вот старенькие четырехэтажные домики, которые я помню еще со своего детства, вот эта вот общага этого Медакадемии, здесь сейчас медцентр, медицинский центр, вот, с детства здесь все это родное и близкое. Ох, полетел красиво так, зелень так быстро прям вся вышла. Ребят, идем по-советски, никого нету вообще. Одна-две машины проедут, такая тишина, вообще, кайф просто, просто классно.